ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ГЛАВЫ ОКРУГА Большая бесплатная стоянка слева. Въезд на площадь перекрыли. Поставили катки с туемой. Но мы отвлеклись от темы. Сегодня о чистоте на площади. Для чего установили туи? Конечно, для красоты. Вокзал, как известно, главные ворота города. Но ежедневно уборщики выгребают из этих кадок кучу мусора. В последнее время его количество увеличилось. Кто мусорит, понятно, что люди. Решили мы понаблюдать что-то типа засады. Установили камеру. Ждем. Как видите, ничего не происходит. Только ДПС подъехала. Видите, там проблесковые маячки. Признаемся честно, мы не договаривались. Хотя таксисты, похоже, решили, что их обложили, когда позже увидели нашу камеру. Продолжаем наблюдать. Вот пришла электричка и выходят люди. Привычная для вокзала картина. Но никто около туи не останавливается. Снова площадь пустая. Почти. Только таксисты на специально отведенной для них площадке. Они, как мы понимаем, здесь целый день. Наблюдаем. Вот один из них двигается в сторону туи. Бросает окурок. Мы видим, куда здесь ведро. Вот снова подходит и бросает. Смеем предположить, что так происходит всегда. И ведро здесь тоже всегда стоит. Но курят таксисты реально много. Верим, что они дисциплинированы, по крайней мере, на наших глазах. А вот они нас и рассекретили. Поняли, что к чему. Продолжают курить. Мы и другое место с мусором обнаружили, вдалеке от мест таксистов. Посмотрите, у столба на коробе. Кто-то не донес до урны. Таксистов тем временем все больше. Стоят вокруг туи. И мы почти уверены, кроме них здесь никто так не собирается. Разве что ночью. Как говорится, ни пойманный ни вор. Но если вы бросаете мусор, где попало, знайте, это нарушение. Да, действительно, это нарушение, которое нарушает 89-й федеральный закон. Сбросим мусора в неположенном месте. За данное нарушение есть ответственность. Статья 8.2, часть 1 КОАП Российской Федерации. Со штрафом от 1000 до 2000 рублей на физическое лицо. Для этого мы применяем фотофиксацию. И составляем акт осмотра. Да, действительно, наказываем, выписываем штрафы. Реальные, не предупреждение. Как люди реагируют на все? Люди? Ну, сначала, конечно, не понимают, но когда уже сталкиваются с постановлением, с протоколом, то деваться некуда. И вряд ли потом еще раз нарушат? Ну, я думаю, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова